Нина Данцева В прямом эфире и с радостью ответим на все ваши вопросы Телефон 200 ровно 2515 У нас в гостях сегодня Сергей Леонович Асланян Главный специалист Минздрава Ростовской области по геронтологии и гериатрии Сергей Леонович Асланян В 1986 году окончил Ростовский Орден Дружбы Народов Медицинский институт по специальности лечебное дело В 1992 году клиническую ординатуру по специальности внутренней болезни С 1993 работает терапевтом А с 1999 года кардиологом В госпитале для ветеранов войн Ростовской области В государственном учреждении Предназначенном для оказания медицинской помощи Участникам и инвалидам войн и приравненных к ним лицам Имеет высшую категорию по кардиологии В 2003 году проходит первичную специализацию по гериатрии С 2003 по 2005, а затем с 2013 года И по настоящее время главный нештатный специалист Министерства здравоохранения Ростовской области по гериатрии Здравствуйте, доктор Сергей Леонович, мы рады вас видеть у нас в гостях Здравствуйте, уважаемые телезрители Ну, Сергей Леонович, для начала давайте обозначим Есть геронтология, есть гериатрия В чем разница этих понятий? Ну, геронтология это более общее понятие Которое изучает биологические, социальные и психологические аспекты старения человека Что касается гериатрии То есть то, чем мне приходится лично заниматься Это наука, которая изучает профилактику и лечение заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста То есть у лиц старше 60 лет То есть ваш возраст этот 60? Да, пожилыми считаются у нас в нашей стране лица старше от 60 до 74 лет От 75 лет до 89 лет лица считаются представителями старческого возраста 90 и выше это лица, которых относят к долгожителям Ну, это счастье, что люди доживают до этого возраста Что у вас такие есть Ну, и как-то я встретил в монографии профессора Гуревича такое понятие, как счастливые старцы Так он именовал людей, которым уже 100 лет и старше Счастливые, потому что человеку посчастливилось дожить до такого возраста В общем, это уже чуть больше даже, чем долгожитель, 100-летний такой человек Какие заболевания чаще всего встречаются именно у пожилых людей? Ну, у пожилых людей встречаются, ну, скажем так Если брать кардиологию, это ишемическая болезнь сердца, нарушение ритма по типу фибрилляции предсердий Тяжелая сердечная недостаточность Если взять психиатрию, то это деменция Всем хорошо известная болезнь Альцгеймера, которая становится бичем для многих людей К сожалению, она имеет и наследственные аспекты, то есть наследственную предрасположенность И по некоторым данным, к 2025 году в мире насчитываться будет до 100 миллионов людей, страдающих болезнью Альцгеймера Ну, при которой поражается амилоидозом головной мозг В принципе, амилоидоз, старческий амилоидоз, он поражает и другие органы и системы, включая почки, сердце Что такое амилоидоз? Белковое перерождение Спасибо, доктор У нас звонок в студии, мы вас слушаем, говорите Здравствуйте, я Любченко Галина Александровна, житель блокадного Ленинграда Я сейчас, это доктор от Бога Благодаря ему я 8 лет живу Поэтому я и моя семья очень благодарны И, не знаю, это не доктор, это чудо, солнышко мое Спасибо большое за ваши теплые слова, спасибо за звонок Очень приятно слышать в адрес нашего гостя такие теплые отзывы Галина Александровна интересный человек Это женщина не только, которая родилась во время блокады, но и выжила Это ваша пациентка, да? Да Часто случается так, что пациент обращается к вам однажды, а потом возвращается еще и еще? Ну, у меня пациенты есть, которых я знаю уже на протяжении 18 лет, 17 лет Ну, вот с 2003 года я работаю в госпитале Есть пациенты, ну, с 2005-2006 года Конечно, к сожалению, поколение участников инвалида войны, оно уходит Их становится, к сожалению, сейчас все меньше и меньше Но они у нас проходят лечение в госпитале для ветеранов В свое время госпиталь был создан именно для инвалида войны Потом к этой категории прибавили участников войны, не имеющих ранений и инвалидность Что касается возраста пациентов, то те люди, которые прошли Великую Отечественную войну, соответственно, им уже 85-90 и выше Вот у меня вот буквально в одной палате было собрано из четырех человек Три человека было, а троим было по 94 года Поразительно Сегодня одному из них, кстати, исполняется заслуженному учителю Российской Федерации РСФСР еще Он получил в 1973 году это высокое звание Андрею Григорьевичу Малхасену исполняется 94 года Давайте поздравим его Мы поздравляем Андрея Григорьевича с сегодняшним днем рождения Он готовит к изданию, пятое издание своей книги Он занимается еще и у него четыре книги Вот одна из них, одна из этих книг будет издаваться в пятый раз Очень интересно Вы в каждодневной работе встречаетесь практически с людьми, которые являются носителями истории нашей страны И на городах в частности Давайте вернемся к теме нашей беседы Существует гириатрическая психиатрия, гириатрическая кардиология, гириатрическая нефрология В чем особенность этих разделов медицины применима к больным пожилого возраста? В общем-то, здесь целый ряд есть заболеваний Я уже об этих заболеваниях упомянул Которые встречаются именно у пожилых Гириатрическая психиатрия, допустим, рассматривает болезнь Альцгеймера и синильную деменцию Особенности течения этих заболеваний у пожилых и стариков Что касается гириатрической нефрологии Я бы сказал, гириатрическая урология и нефрология Почему? Потому что при, допустим, нефрологии Если брать, в частности, у лиц старческого и особенно возраста Бывает у женщин недержание мочи У мужчин возникают, соответственно, возрастные изменения Аденома предстательной железы Нередко возникает рак предстательной железы То есть те заболевания, которые чаще всего возникают Именно в возрасте от 60 и выше А старше 75 и еще более чаще Чем отличается гириатрическая фармакология? Пожилые люди как-то особенным образом реагируют на медикаменты? Есть какая-то особенность? Значит, у нас в свое время ведущим институтом в Советском Союзе геронтологии Был Киевский институт геронтологии Единственный в свое время на всей территории Российской Федерации Сейчас, после того, как республики разъединились И возникла отдельная уже Российская Федерация Как самостоятельное государство Был создан институт геронтологии у нас в Москве Которым руководил Вадим Николаевич Шабалин, академик Ну и, в общем-то, в лечении пожилых Они рассматривают следующие аспекты Первое, это, конечно, дозы должны у пожилых быть меньше Чем у обычных людей более молодого возраста Ну, разве что дозы антибиотиков Дозы антибиотиков должны быть такие же, как и у молодых А в чем причина? Почему антибиотики можно в том же количестве выдавить? Для более адекватного лечения пациента Значит, это раз Второе, пожилые люди часто бывают, что забывают принимать препараты Поэтому, конечно, выбирать приходится Выбирать препараты те, которые действуют круглые сутки Для удобства приема Ну и вот когда сталкиваешься с людьми пожилого старческого возраста Особенно старческого возраста конкретно И долгожителями То нередко лекарства выдают дети, жены То есть люди забывают вовремя принимать Чтобы они не забывали Родственники занимаются тем, что регулярно выдают препараты Чтобы состояние пациента не ухудшалось Чтобы увеличилась продолжительность жизни на фоне благоприятного течения болезни Спасибо, доктор У нас звонок в студии Говорите, вы в эфире Алло Здравствуйте 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 Это семья Малхосяна, Андрея Георгиевича Того, которого вы поздравили только что Мы очень благодарны Сергею Леоновичу За все благодарны Благодаря его Андрею Георгиевичу Чувствует себя прекрасно Здоров И надеемся на лучший и в дальнейшем Дай Бог здоровья самому Сергею Леоновичу На долгие-долгие годы Спасибо ему Спасибо Спасибо за звонок, спасибо за теплые слова Мы надеемся, что пятое издание будет осуществлено Андрея Григорьевича Пятое издание его книги Мы присоединяемся Мы тоже надеемся, что все получится Сергей Леонович, скажите, пожалуйста Ну вот уже второй звонок Вам говорят спасибо пациенты Как вы находите подход к этой особой категории? Тут, наверное, дело не только в лечении И в том, чтобы выслушать Да, надо просто узнать историю человека Потому что не только, в общем-то, медицинские аспекты Существуют и психологические аспекты Человек Слово лечит, слово калечит, как говорится Поэтому доброе слово Которое, в общем-то С которым обращаешься К пожилому или старику Оно помогает тоже в лечении И мы стараемся Называть пациентов По имени-отчеству Потому что так они лучше входят в контакт с доктором И могут рассказать о тех заболеваниях Про которые, допустим, они сразу не вспомнят Потому что сбор анамнеза заболевания Это, конечно, тоже немаловажная ситуация В практике лечащего врача И нередко пациенты, к сожалению, забывают о некоторых заболеваниях А вспоминают тогда, когда, допустим Если какая-то выписка будет Где будут указаны эти заболевания Ну, зачастую они приходят и без выписок А если родственник рядом Он может даже и подсказать Какие заболевания были раньше у человека Вот вчера ко мне поступил пациент Сахарный диабет есть А он его не помнит, что сахарный диабет у него есть Ну, вот благодаря тому, что выписка была Благодаря этому была назначена соответствующая диета И будет соответствующее сделанное назначение В лечении этого человека А если, допустим, опять же, пациенты Уже долгожители зачастую Что-то о своем здоровье, допустим, они не помнят Да, и документов подтверждающих эти заболевания нет Тут приходится, наверное, и какие-то дополнительные исследования проводить Ну, это само собой Исследования при поступлении проводятся пациента Но в дальнейшем, в общем-то, бывает так Что мы и выявляем новые заболевания И, соответственно, этому пациентам проводят дополнительное лечение К сожалению, нередко мы выявляем и онкологические заболевания Особенность течения онкологических заболеваний с возрастом как-то варьируется? С возрастом, вы знаете, у молодых онкологические заболевания, как правило, текут более злокачественно У стариков, благодаря замедлению обменных процессов в организме Эти процессы идут более медленнее Что касается соответствующего лечения Ну, здесь, если есть возможность, надо человеку помочь У меня когда-то была пациентка У которой выявили онкологию со стороны толстого кишечника Гемоглобин был очень низкий Очень не хотел человек оперироваться в своё время До этого у этого человека было 12 операций В том числе в области живота Уговорили 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 человек уже Живёт, радуется жизни 7 лет Прекрасно, всё прекрасно Конечно, другие теперь болезни стали На первое место гипертоническая болезнь В частности, ишемическая болезнь сердца Болезни органов опорно-двигательного аппарата Которые немаловажную роль играют Особенно у людей пожилого и старческого возраста Затрудняя при этом их возможности К сожалению, вот так Спасибо, доктор У нас звонок Мы слушаем вас Говорите Добрый день Сергей Леонидович У меня вопрос Ну, вообще, Леонович Говорите, да Сергей Леонович, говорите Добрый день, Сергей Леонович У меня вопрос Ваше вот мнение о платных домах престарелых Сколько их в Ростовской области И где можно Спасибо за вопрос Где можно информацию получить Скажу так Я работаю в системе Министерства здравоохранения Ростовской области Дома престарелых Относятся к Министерству Социального развития Знаю, что такие есть Но Они не являются Частью Минздрава Спасибо за ответ Спасибо вам за звонок Сергей Леонович Проблема увеличения продолжительности жизни Да, вот обратная немножко сторона Это относится к сфере гериатрии и геронтологии? В принципе, адекватное лечение пациента Улучшение качества жизни Может способствовать увеличению продолжительности жизни В то же время Многое зависит от самого пациента От самого человека Если человек, допустим, курит Он сокращает свою продолжительность жизни Ну, практически Вот среди своих пациентов Я отмечаю Единицы Курящих среди людей Прошедших Великую Отечественную войну Единицы Вот к этому времени Казалось бы, наоборот Что образ, да, вот Связан именно с... Я думала, что, да, очень многие ветераны Вот люди, которые прошли в этом куре Некоторые когда-то курили Они бросили курить вовремя, как говорится Сейчас, ну, единицы буквально То же самое касается злоупотребления алкогольными напитками Те люди, которые вот достигли долгожительства Они практически редко кто злоупотребляет алкогольными напитками Плюс, конечно, есть генетическая предрасположенность к долгожительству Это нельзя об этом и забывать, конечно, несомненно То есть, если дедушка долгожитель, есть шанс, что внук тоже... Есть большой шанс, да Что внуки Будут жить Дети, правнуки будут жить дольше Но все зависит от самого человека Если они будут терзать свой организм, да Будут беречь себя Да, конечно Меньше психоэмоциональных стрессов Обращать внимание на свое здоровье Не иметь вредных привычек Это все вещи, которые могут приводить к улучшению качества жизни И продлению самой жизни Ведь нередко люди работают уже выйдя на пенсию В частности, по некоторым данным Ну, по Москве я могу привести пример 40% пенсионеров работают Что касается людей пожилого возраста Они тоже многие работают Старческий возраст Тоже некоторые работают Что касается долгожителей Пример актера Зельдина Пример Моисеева, который до 100 лет руководил своим В общем-то Одним из самых известных танцевальных коллективов мира У меня был пациент, который до 99 лет 10 месяцев руководил Организацией ветеранов войны Своего района Поразвечен, насколько сила внутренняя у человека, да? Да Спасибо, доктор У нас звонок Мы вас слушаем Говорите, здравствуйте Говорите, вы в эфире Ага, в эфире Мне говорить? Да Врачу? Здравствуйте Здравствуйте У меня такой вопрос к вам Я в апреле месяца 14 года ударилась головой Фундамент И меня уже год шумит В голове или в ухе Не поймешь Как вас зовут, простите? Галина Ивановна Галина Ивановна 65 лет мне Сколько? 65 лет Что? Сколько лет, Галина Ивановна? 65 65 лет, Галина Ивановна Галина Ивановна Ну, во-первых, необходимо обратиться к неврологу Для того, чтобы он провел необходимое исследование Если он посчитает нужным Потому что могут быть, конечно, последствия травмы Но, несомненно, с возрастом тоже имеются процессы головного мозга Но и у вас была травма Поэтому обратитесь к неврологу Чтобы он назначил при необходимости дополнительное обследование Для уточнения диагноза Большое спасибо, Сергей Иванович Спасибо за ваш звонок Скажите, пожалуйста Есть ли какие-то особенности ухода за пожилыми пациентами? Особенности ухода Ну, в общем, скажем, люди пожилого, особенно старческого возраста Хотелось бы акцент сделать именно на этом возрасте Они, когда оказываются в незнакомых условиях Здесь, если имеется некое снижение памяти и интеллекта То это может прогрессировать Поэтому прежде чем, допустим, вопрос ставить о госпитализации Надо обдумать этот вопрос Потому что бывает так, что люди, оказываясь в незнакомых условиях Начинают чувствовать себя хуже психологически Потому что не находят, допустим Могут даже не найти свою палату Чувствуют себя оторванными, да? Оторванными, да Примечной жизни Люди, которые живут рядом со своими родственниками Они живут, как правило, дольше И качество жизни у них лучше Далее В отношении лекарственной терапии Если пожилые принимают препараты, допустим, под контролем родственников Есть надежда на то, что они не забудут принять препарат И давление, допустим, будет у них относительно стабильное Без гипертонических кризов Что касается опорно-двигательного аппарата Здесь, конечно, люди должны аккуратно передвигаться Потому что любая травма Чревата тяжелыми поражениями В частности, самое страшное у пожилых – это перелом шейки бедренной кости У нас в госпитале уже несколько лет работают травматологи, которые занимаются имплантацией тазобедренных суставов Спасибо, доктор У нас звоночек Мы вас слушаем Есть Я же хочу поблагодарить его Спасибо, доктор У нас звоночек Чулюкова Валентина Павловна И я уже сколько лет... Я хочу поблагодарить Сергей Леонидович Я малолетний узник Вот твои есть Чулюкова Валентина Павловна Валентина Павловна Поченок Лет в месяц Большое спасибо за звонок Нам приятно еще раз слышать теплые слова в адрес нашего сегодняшнего гостя Вы знакомы с пациенткой? Да Она у нас много лет лечится в госпитале Периодически она лечится и у меня К сожалению Она малолетний узник По-моему, Белокалитинский район Вы помните по именам и даже... Да, я помню Место жительства, что называется Ну, сколько лет работаю в госпитале, поэтому Многие меня помнят, многих я помню Мы поговорили, только что, доктор Вы упомянули о переломе шейки бедра А в чем опасность именно этой травмы? Почему именно она вот считается, да, таким прям Черной меткой патологии К сожалению, у женщин очень часто бывает эта травма при падении Ну, вот я помню У меня была пациентка, которая, к счастью, без оперативного лечения Ну, то есть смогла потом передвигаться Но основная масса, к сожалению, вынуждена быть прикованными к постели Когда люди этого возраста прикованы к постели Могут развиваться гипостатическая пневмония Ухудшается работа сосудов сердца И это, конечно, бич Поэтому, в общем-то, при отсутствии противопоказаний Людям проводят пересадку суставов У нас это проводится в госпитале Наркоз тоже достаточно серьезный стресс для пожилого человека Но в этом случае, да Вы знаете, если плюсов больше, чем минусов Конечно, решать вопрос надо об операции Но все в индивидуальном порядке Спасибо большое У нас звонок, мы вас слушаем Алло Алло Да Алло Говорите Алло Добрый день Добрый день Здравствуйте Сергей Леонович Я слушаю Алло Алло Алло, говорите Сергей Леонович Здравствуйте 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 Я хочу вас Такой задать вопрос Меня зовут Валентина Васильевна Мне 66 лет Я слушаю вас, Валентина Васильевна Значит, у меня очень много заболеваний И хронических, и сахарный диабет, и узловой токсичный зоб В общем, очень-очень много Токсический или нетоксический? Я хотела бы пройти компьютерную томограмму Вот Но При моей пенсии 8 тысяч Мне это недоступно, очень дорого Пожалуйста Что можно сделать, чтобы облегчить мне эту процедуру То есть пройти Уметь пройти томограмму Обращаться уже надо к лечащим врачам И через них решать Решать вопросы о получении квоты Если там есть показания Спасибо за звонок Спасибо, доктор А гериатрическая гигиена Есть такое понятие? Да, есть такое понятие Которое рассматривает В общем-то Ряд вопросов Ряд вопросов Гигиены Характерны для пожилого возраста Значит Это вопросы О профилактике заболеваний И В общем-то Гериатрическая гигиена Скажем так Здесь вопросы идут О статистике У нас, например, сейчас Доля пожилых И людей старших Стариков В регионе В российской федерации В районе 20% То есть Тут Рано или по Вопрос может стать Последствием И о увеличении Пенсионного возраста С учетом Старения нации Кстати говоря За рубежом Пожилыми Стараются считать Людей 65 лет И старше Потому что У них выход на пенсию Идет 65 лет А в некоторых странах Вообще 70 У нас В общем-то В Российской федерации Пока 55 И 60 лет Но Такой же уровень Выхода на пенсию Остался По-моему Только в Узбекистане Из стран бывшего Советского союза Интересно Спасибо доктор У нас звонок Говорите Вы в эфире К сожалению у нас Сорвался звонок Так бывает Давайте вернемся К такой теме Как болезнь Альцгеймера Вы упомянули Что сейчас Количество Да Страдающих Этой болезни Увеличивается Это заболевание Носит наследственный характер Это Носит наследственный Наследственный Предрасположенный То есть Это не обязательно Что это чисто Передается по наследству То есть Существует Целый ряд Проблем Которые могут Способствовать Развитию Этого заболевания Болезнь Очень тяжелая В свое время Президент США Рональд Рейган После того Как ему поставили Этот диагноз Он попрощался С нацией И больше Уже не общался Со средствами Массовой информации Ну К сожалению Заболевание Очень тяжелое И Как вы понимаете Малокомпенсируемое Напоминаю Вы смотрите программу Поговорите с доктором Мы работаем в прямом эфире Ждем ваших звонков По номеру 200 Ровно 2515 И у нас уже звонок В студии Говорите Мы слушаем вас Мой вопрос такой Моя Лежала в больнице И После капельницы Поставили Кутокапельницу И Целый год У ее Жуд идет Как вас зовут? Моисеев Михаил А отчество? А? Отчество Как ваше? Николаевич Николаевич Михаил Николаевич Ну Скорее всего У вашей супруги Была аллергическая Реакция На какой-то Препарат И надо Определить В общем-то Причину И обратиться К соответствующим Докторам Для лечения Этой Аллергии Если нет там Конечно Какого-то кожного Заболевания Михаил Николаевич Большое спасибо За ответ Михаил Николаевич Спасибо за звонок Сергей Леонович Ваши пациенты Ну это особые люди И за плечами у них Долгая и интересная жизнь Вот есть какие-то истории Которые вы помните И вот Будете помнить Всегда Может быть кто-то из них Ну историй много В общем-то Вы знаете Я Обычно Вспоминаю Всегда вот Первых пациентов В частности Вот когда Было Организовано Наше кардиологическое Отделение Я когда-то работал В кардиологии В СМП Ну после специализации В общем-то Я стал врачом-кардиологом И после того В нашем госпитале У нас Отделение кардиологическое Было открыто 1 января 99-го года И 2 января Уже поступили пациенты И вот Первого пациента Я прекрасно Наверное Никогда не забуду Василия Ивановича 2 января Человек с очень интересной Судьбой Да, 2 января Тогда поступил Человек с очень интересной Судьбой До войны Он Закончил медучилище Был фельдшером В годы войны Он Стал военным Закончил Полковником Прошел войну Прошел войну Закончил полковником Ну вот В 2004 году У меня находился С ним в палате Другой пациент Который долго смотрел На него И Вот Что-то знакомое Изучал Глазами Изучал, да Смотрел Потом Меня просит Спросите у него Он Боролся в обществе Динамо В 40-м году И вот так Они встретились Спустя 65 лет Поразительная память Как можно человеку узнать Да, казалось бы Спустя 60 лет Люди прошли войну И Вы знаете Когда люди оказываются Среди таких Как они Им легче общаться Это тоже В общем-то Как Терапия Психотерапия Люди общаются Между собой Видя людей Своего возраста Когда человек поступает 80 лет Он видит людей рядом Которым 90 лет Которые Это стимул Да, это стимул для жизни Которые Не только живут Допустим Но Прекрасно общаются Имеют Ну Память неплохую Люди Многие еще Занимаются Работой В частности В советах ветеранов Войны Люди Которые Занимаются Научной деятельностью Писательским трудом Вот в частности Как Андрей Григорьевич Да Наш сегодняшний именинник Да Так что Здесь вот такая ситуация Ну Когда Вот у меня Допустим Я спрашиваю Ну и как в госпитале Я говорю Вы знаете У меня есть большой Энциклопедический словарь Вот я с двумя Живыми людьми Из этого Двухтонного словаря Находился в одной палате Это подарок судьбы Спасибо доктор У нас Звонок Мы вас слушаем Здравствуйте 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 Ирина Федоровна Телезрительница Проходила ли она исследование Делала ли она Фиброгастроскопию То есть По сути То заболевание Которое ее волнует Оно К сожалению Является Да Характерным Для ее возрастной группы Да Заболевание Характерное Но если там У человека Есть эрозии В области желудка Это требует Дополнительного лечения Если там находят Хеликобактер Пилари Тоже дополнительного Требуют лечения Ну Если язвенная Болезнь Соответственно Лечение язвенной болезни Да Оперативным путем Нет Зачем Зачем Лекарственным путем Вот То есть У нашей пациентки В общем-то Прекрасный Если прободная язва Тогда уже конечно Вопрос решается Оперативным путем А так Лекарственным путем Фармакотерапия Спасибо доктор А в госпитале Вы проводите там В общем Большую часть Да Времени И Рабочего И даже не рабочего Мы приезжали к вам в гости Мы видели действительно Что пациенты Ну практически нет там Такого Чтобы в палате Люди просто лежали Они общаются Они в коридоре Сидят В креслах Постоянно ведут Какие-то беседы Лучшее Больному Вы считаете Все-таки Под наблюдением Специалиста Какие-то кризисные Моменты переживать Или дома стараться Если нет Противопоказаний О которых я говорил Когда люди Оказывают Стационаре У них Ухудшается Память Если этого нет То конечно Можно и Стационаре Потому что К сожалению Снижение памяти Интеллекта Оно усугубляется Когда люди Человек оказывается В незнакомых условиях Контингент госпиталя Это только пожилые люди Нет Нет конечно Госпиталь Одно В свое время Был организован Как госпиталь Для инвалидов войны Потом Его сделали Спустя Уже В 93-м году В 92-м году Как госпиталь Для ветеранов Войн Госпиталь Занимается Госпиталь В госпитале Госпитализируются Лица Инвалиды войны Участники войны Отечественной войны Малолетние узники Госпитализируются Блокадники Ленинграда Которых очень Немного осталось Кстати говоря У нас в области Очень много Идет Сейчас Людей Которые Прошли Боевые действия Это уже Более молодое Поколение Войны Интернационалисты Люди Прошедшие Афганистан Венгерские События Вот сейчас У меня лежит Человек Который Был связан С Кубой В свое время Вот так В общем-то Что касается Ветеранов Боевых действий Их у нас Очень и очень много И поэтому Идет настоящий момент Омоложение Среднего возраста В госпитале Но инвалиды И участники Отечественной войны Конечно Госпитализируются Госпитализируются Лица Которые Соответствуют С федеральному Закону о ветеранах До 19 Статьи Включительно Ну если Труженики Тыла Обращаются Тогда Через Ходатайство Ветеранских Организаций Спасибо доктор Сергей Леонидович Спасибо за Содержательную беседу Наша сегодняшняя Программа Подошла к концу Увидимся С вами Ровно через неделю Дорогие телезрители Напомню Нашим сегодняшним Гостем Был главный Внештатный Специалист Министерства Здравоохранения По геронтологии И гериатрии Сергей Леонович Асланян Нашим следующим Гостем В субботу Будущую станет Врач-мамулок Мушура Сабина Анатольевна Мы ответим На все ваши вопросы По телефону 200 Ровно 25 15 Всего доброго Одежда ведущим Предоставлена Магазином Манго Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова